Всем привет! Вот они малышушки мои, которые приехали накануне. Я вам их показывала, но видео будет растянуто во времени, потому что я хочу снять динамику развития растений, новых растений. Это будет чистый эксперимент. Не мои домашние орхидеюшки, поливаемые этим средством. Я сейчас долго думала. Вы знаете, очень сейчас много такой очень настойчивой информации о том, что средство хорошо-хорошо действует. Я с этим абсолютно согласна. Но стало людей как-то всё это поднапрягать, потому что со всех таких смотрибельных орхоканалов идёт именно информация по применению этого препарата. Узнаёте бутылочку. Ну что, вот новые растения, и сейчас я буду их поливать этим средством. Хотела, как я вам сказала в видео, применить другой состав антистресса для маленьких орхидей, вновь приехавших. Но понимаю, что сейчас у меня есть уникальная возможность сделать действительно чистый эксперимент. Вот они приехали. Для чего я буду поливать аминосилом эти орхидеи, аминокислоты? Для того, чтобы на первое место я ставлю это антистресс. Аминокислоты, мы знаем с вами, что они прекрасно стабилизируют растения, снижают у него стресс. И аминокислоты – дополнительный источник формирования белка клеток растений, растительного белка. Так, поэтому давайте смотреть. Я сейчас буду поливать первым поливом. У меня орхидеи находятся ровно сутки. Вчера я их принесла, и они у меня целую ночь, полдня и ночь, пролежали лёжа на бочку. Сейчас я их поставила вот сюда 4 орхидеи, сюда 2. Индивидуально каждую орхидейку я поливать не буду. Я сейчас дам минимальное количество воды, в которой разведу аминосил для того, чтобы полить эти орхидеи. Поливаю я орхидеи обычно, если они у меня пришли и не пересушены эти орхидейки. Я вам показала, что корневая система, она очень хорошо сохранена в посадках у растений. Давайте покажу. Корешочки наполнены, они не сжаты, они без морщинок, то есть наполнение виламена прекрасное. Состояние посадок, ну, я не знаю, очень-очень мне понравилось качество маленьких орхидеев, которые ко мне приехали в этот раз. Поэтому сейчас я налью им воды ровно столько, чтобы увлажнить посадки у всех орхидей наполовину. То есть нижняя часть посадки мха, корней, будет увлажнена. Верхняя часть раствор с аминосилом. Сюда он придёт только потом-потом, когда по волокнам мха крайне щадяще увлажнится и верхний слой посадки. Разводим 2,5 мл на литр тёпленькой водички. Отлила я в пробочку, чтобы мне было удобно набирать. 2,5 мл вот где-то здесь на литр. 2,5 мл аминосила для орхидей. Так, первое место это антистресс. И второе, естественно, ну, производитель заявляет о том, что это богатый состав. Тестируя 2,5 года это средство, мне оно очень нравится. Уже я не знаю, какую бутылку использую. Здесь как бы именно то, с чем я работала, и то, какие результаты я получала. Так, разбавляем. Это у меня груша 150 мл. Вот она моя небольшая, это самая маленькая. Я наливаю водички. Ну, совсем немножко. Если надо будет, я потом добавлю. Вот так. Там буквально на дне 4 мм, а то даже 3, наверное, мм водички. Я буду смотреть, как мох до середины объёма увлажнится. Всё, воды больше подливать не буду. Сюда то же самое. Выбираем. И поливаем. Я обязательно вам сделаю подсъёмочку через 3 дня после полива с аминосилом этих орхидеевшек. Ну, и потом, может быть, где-нибудь дней через 10. Потом всю эту информацию обобщу и изложу в одном видео. И сюда тоже где-то миллиметра 4. Вот я налила водички. Всё. Сейчас они стоят, пьют. И я вам покажу, после того, как всю воду они поглотят, покажу вам степень увлажнения посадок. На канал прибавляется много новых зрителей, которые постоянно мне задают вопросы. Ирина, ну, это же опасно во мхе содержать орхидеи. Это невероятная влажность внутри корней, внутри посадок. Ну, что мне здесь вам сказать? Научитесь чувствовать свои орхидеи. И в том числе, вот знаете, в какой бы грунт ни посадить растения, необходимо просто научиться их поливать в этом грунте, в этом составе. Вот и всё. Очень хорошо орхидеи во мхе растут, адаптируются в моих условиях. В условиях маленькой влажности. У меня очень низкая влажность. Особенно в период осень-зима и частично весна, когда включена система отопления, у меня влажность бывает опускается до 20%. Ну, и, конечно же, содержать растения во мхе при такой влажности, это обеспечить себе лёгкий уход за растениями. Вот это как по мне, понимаете? Я не выращиваю орхидеи в 100% мхе. Вы знаете об этом. Но на подращивание, на адаптацию, я с удовольствием оставляю растения вот в этих вот посадках от садовника. Они восхитительно растут в этих посадках. Понимаете? Это именно то, что я всегда рекомендую делать. Дать возможность растениям адаптироваться. Не дербанить их вправо-лево, когда они только-только к вам попали в руки. Сразу знаю, открывают посылки и сразу начинают пересаживать растения. Я, конечно, не против этих методов. Если действительно эти методы работают, я очень-очень рада за девчонок. У меня тоже были несколько пересадок сразу, когда орхидеи ко мне попадали в руки. Но всё-таки я заметила. Чем больше я даю растениям времени адаптироваться в их посадках, к моим климатическим нормам содержания моих растений, конечно же, растения очень быстро адаптируются в том, в чём они ко мне приехали. И тогда я вижу, намного быстрее они начинают развиваться у меня, без изменения посадок. Так, вот эту вот быстренько водичку взяла. Посмотрите, вот увлажнение посадки наполовину. Всё, эту орхидейку я пока убираю в сторону. Она больше не будет у меня пить водичку. Ей достаточно. Сейчас я просмотрю здесь ещё. Видите, вот, не захотела пить. Сюда сейчас я дам водичке. Вот эта напилась. Тоже я её сейчас извлеку, уберу. Видите, она даже больше, чем наполовину напилась. Всё. Это орхидейка Полита. Смотрите, вот у неё цветоносик. Я вам показывала. Радуюсь я этим цветоносам. У меня, знаете, мурашки по телу, когда я вижу эти чудесные создания. И, кстати, вот аминосил, он должен, должен обеспечить этой орхидеей дальнейшее отрастание цветоноса. Будем смотреть. Почему я говорю должен, и всё-таки уверена в том, что это произойдёт, потому что многочисленные применения этого состава на моих растениях за 2,5 года я уже могу сказать конкретные, да, ответные реакции моих орхидей на полив с аминокислотами. Вот. Здесь уже включаются мои наблюдения. Мои выводы. Вот. Не только применяю и экспериментирую, а именно за 2,5 года здесь уже не применяю и экспериментирую, а именно применяю и получаю результаты. Вот. Тоже уже готово. И остаётся мне напитать вот эту. Так. В другом кашпо. Вот уровень увлажнения наполовину. Здесь тоже самое. Уровень увлажнения наполовину горшочка с нижнего уровня. Всё. Сейчас самое главное этим орхидеям, что обеспечить. Стабильные температурные режимы, чтобы днём и ночью было им достаточно тепло, хорошо. Влажность высокую, как в теплице, я им обеспечить не смогу. Пусть привыкают. Но обеспечение влажности будет, вот, знаете, вот в контуре этих растений. Почему? Потому что мох влажный. И это хорошо. Вот почему я говорю про этот прекрасный влагоёмкий компонент, в котором очень хорошо адаптируется орхидея. Без изменения посадок. После того, как мы их покупаем с вами. Так. И самая главная подсветка. Сейчас все растения отправляются на очень хорошую досветку для того, чтобы аннулировать весь стресс при помощи аминокислот и обеспечивая растениям абсолютно правильные условия содержания, где орхидеюшки быстро-быстро воспрянут и начнут дальнейший свой рост. Вот. Через 10 минут после того, как они увлажнились наполовину, вот, посмотрите, сейчас уже практически полностью посадки увлажнены. Видите, как по капиллярным свойствам, влагоёмким волокнам, поливочная вода постепенно проходит через всю посадку. Поэтому не поливайте растения, которые во мхе, до полного увлажнения посадки сразу. Это вы получите переувлажнение. Вот. Увлажните на одну треть или на половинку. Всё. Это происходит буквально за одну минуту. И потом больше не подливайте воды. Всё. Орхидеюшки как раз вот при таком щадящем поливе во мхе, они не получают, в том числе, и переувлажнение около стволика мха. А это важно. Очень часто я делаю как? Убираю от стволиков вот так вот мох, который обнимает шейку. Вот видите, вот так убрала и всё, и оставила. Остатки аминокислот я полила вот сюда. Это вновь пересаженная орхидейка. Уже один раз я методом погружения поливала эту орхидею. Погружала в чистую водичку. А сейчас вот второй полив проливом сделала. Потому что у этой орхидеи разноуровневое расположение мха для того, чтобы система автополива работала. Я вам уже показывала, как работает система автополив. За счёт влагоёмких компонентов она работает. Вот. И поэтому сейчас вот я полила целую тарелку, налила. Посмотрю, как у меня увлажнится объём посадки. Может быть, уже даже и повторного погружения горшочка в воду для вновь пересаженной орхидеи я делать уже не буду. Буду смотреть. Всё. И вот ещё, что забыла сказать. Сказала, что это эксперимент, но это эксперимент не для меня. Это эксперимент для вас. Для ещё сомневающихся. Давайте так. Потому что для меня это уже всё давно очевидно. А те, кто ещё не до конца определился, нужен вам этот препарат, эти аминокислоты, не нужен, поживи мне, сколько мне отзывов поживи пишут. Боже мой, я не знаю. Ну, наверное, тысячами. И из тысячи, может быть, 0,1% мне людей написало, что результата не увидели. Я, конечно, пыталась порассуждать на эту тему, почему у людей не работает живо. Почему? И единственное, к чему я пришла, это несоответствие условиям содержания, когда выбивается одно из венив, рекомендованных при выращивании орхидеи. Именно комплексный какой-то подход. И ещё, может быть, какой-то совсем плохой состав воды. Это тоже может быть. Промежуточный результат полива аминосилом растений, которые приехали ко мне в посылке. Это заказ орхидей азиатских садовников. Вот, посмотрите. Вы, наверное, все их узнаёте. Ничего не придумываю. Давайте смотреть. Результат полива. Пятидневный прошло. Не стала я через три дня снимать. Показываю вам через пять дней. Вот сейчас я только что достала их, полила эти орхидеи, вот только-только что, пять минут назад, супердрайвом. Одна капелька на сто миллилитров воды. Но до этого вы видели, что только что вы видели, что два с половиной миллилитра на литр воды я делала полив этих орхидеишек аминосилом. Девчонки, вот смотрите. Ничего не придумываю. Пять дней антистресс реально сработал на появление новых ростов. За пять дней листик, помните, какой был? Его длина увеличилась ровно в два раза. Корешочки, посмотрите. Здесь видна перемычка. Насколько за пять дней подрос корень. Вот она, вот здесь был уровень вот этого серого островка. Посмотрите, насколько подрос корешок. Ну вот, давайте вспоминайте, какие растения были только что вы видели, да? Во время обработки антистрессовым препаратом аминосил. Аминокислоты, которые я даю растениям для того, чтобы орхидеишки, во-первых, не испытывали стресс. Аннулировать тот стресс, который они испытывали. Далее я даю поступление аминокислот извне. Для того, чтобы маленькие орхидеи во время адаптации уже сразу начали расти. Всё, я убрала стресс. И аминокислоты пошли наращивать корневую систему. Посмотрите, как удлинился этот корешок. Раскуклился корешок. Вот он, видите, перемычка. Вот он, корень. Вот она, перемычка. Это корень пятидневной работы аминосила на орхидеях. Далее. Давайте в грунте. Вот он, раскуклился. Здесь было немного корней у этой орхидеи. Поэтому вот всё, что вы видите, это очень хорошая реакция. Вот ношение листика. И посмотрите, какие активные ростовые процессы корней. Пять дней прошло. Это промежуточный результат. И обязательно я вам сниму результат через 10 дней. Я вас уверяю, вы растения не узнаете. Дальше. Это одна. Вот, пинг. Вот они все. Вашему вниманию. За пять дней, давайте я вам покажу, вот этот листочек. Он был травмирован. Видите, он закручен. Он был вот такой в дудочку. И поэтому вот у него краешек начал желтеть. Ничего страшного. Орхидея его уберёт. Я этот листик просто спокойно сниму и всё. Без последствий. Далее. Видите, вот он. Результат отращивания корня в результате воздействия аминокислот на... Вот он, видите. Вот здесь был как бы перешейчик. Но здесь видна граница. И вот пять дней прошло. Видите, какой результат. Далее. Я вот чуть-чуть нашла раскокленный корешок. Вот только-только стал раскокливаться. Это результат воздействия точно аминокислот. Так, здесь всё отлично. И вот раскокленный корешок. Посмотрите. Видите? Так. Я думаю, вы всё хорошо сами понимаете. Так, отлично. Здесь вот на поверхности, вот здесь раскокливается корешок. Вот он, видите. Вот он, пришеечный. Так, корешок нам мешает. Вот, раскокливается. Ну и листик подрос. Вот этот листочек. Ну, если не наполовину, то где-то на одну треть точно. Здесь видно. А, какой! Вот, наверное, был доуровень. Нет, вот он уровень. Всё, я его нашла. Вот он уровень. Здесь прям такая как бы полосочка, чёрточка. И вот на сколько подрос листочек. Где-то на одну четвёртую. Далее смотрим. Вот это у меня ещё поливается. Вот это. Она у меня как-то так нехотя берёт влагу. Во! Наконец-то подпила чуть-чуть. Давайте смотреть, что здесь. Тоже вот. Вот этот кончик. Это пятидневный кончик. Здесь видно, где корень закончил свой рост. И вот он начал развиваться дальше. Более длинный стал. Очень хорошая реакция растения на аминокислоты. Вот здесь немножко, кстати, верхний листок подрос. Вот он. Вот она граница. Здесь она видна. Как в садовник опрыскивал растение перед пересадкой. Вот здесь вот как бы граница водички. Здесь видна. Вот он подрос на где-то миллиметров 7. Так. Давайте в грунте посмотрим, что. Вот. Вижу, что начинает раскукливаться корешок. Так. Здесь пока ничего я такого подобного не вижу. Так. Здесь. Ну вот. Вот пока у этой орхидеи вот такая реакция. Это раскукливание корешков через 5 дней. И вот активный рост листочка. Так. Показала вам 3 орхидеи. Так. Какая у меня хоть была с цветоносом? Сейчас мы найдём с вами её. Две было орхидеишки с цветоносами. Давайте посмотрим вот эти орхидеи. Как они... О, ну тут вообще. Вот. Раскукливание корня активное. Смотрите. Вот он. Так. Вот. Видите? Вот он. Так. Секунду. Давайте я уже буду показывать. Прям вот неверующим людям, которые реально не видят работу аминокислот на орхидеях. Такого не бывает. Аминокислоты прекрасно работают на орхидеях. Так. Здесь раскуклился у нас. Здесь реакции тоже смотрю раскуклил. О, ну да. Вот он прирост. Молоденький. Здесь всё было закрыто, закуклено. Так. В грунте. А, вот он ещё раскукленный корешочек. Это 5 дней всего лишь прошло. Отличный результат. Замечательно. Далее. Ой-ой-ой-ой. Посмотрите, какой здесь классный. Итог полива аминокислотами. Орхидея, не испытав стресса, или знаете, как скажем так, стресс при применении аминокислот был аннулирован для этой орхидеи. И у неё, видите, цветонос увеличился на одну треть. Цветонос начал расти. Здесь всё вы сами прекрасно видите. Раскукливается вот корешок. Ну, здесь орхидеюшка. А, ну тут много раскуклилось корешков. Вот он, молодой. Сейчас мох, мокрый. Я уже пожалела, что я их буквально вот в воду окунула несколько минут назад. Вот он раскуклен. Вот он, раскукливается корешок. Вот он, видите, зелёный кончик. Так, дальше. Здесь вот пока так всё. Но сейчас орхидея все силы бросила на отрачивание цветоноса. Слушайте, сейчас видео, конечно, получится длинным. Первая часть длинная, вторая часть не менее длинная. Потому что я вам привыкла показывать всё крупным планом. Не так, чтобы, а вот, посмотрите, вот, 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 посмотрите и всё. Вот посмотрите. Здесь вот он, ещё один цветоносик. Как мне кажется, он тронулся чуть-чуть в рост. Видите? Вот она, божественная, фантастическая красота, которую мы с вами ждём на орхидеюшках. Так, здесь удлинился стволик верхнего листочка. Так, сейчас мы посмотрим, что в грунте. Здесь, по-моему, это было на корешочек такой стремящийся. Вот раскукливание корешочка. Ну, здесь вот, как бы, такая реакция растения. Увеличение высоты центрального листа и начало роста дальнейшее цветоноса. Почему, собственно, сейчас я их полила? Эти орхидеюшки уже, видите, спустя 5 дней, они мне показывают листочками. А ну-ка, быстренько нас полила. Потому что я делала крайне щадящий полив. Когда растение находится длительно в сухом субстрате, в данном случае во мхе, растение нужно постепенно отпаивать, делать это аккуратно, но, конечно же, с применением антистрессовых препаратов, которые дают прекрасный эффект. И сейчас вот я 5 дней прошло, развела водичку, как я вам сказала, супердравчиком, вот этим вот витаминами для орхидей. И погружением горшочка в водичку, также нижним поливом, я увлажнила посадки у этих орхидей. Всё, через 10 дней я вам сниму результат комплексного применения составов. Вот первое это аминосил, и второе это супердрайв. Мы посмотрим, как начнут развиваться растения вот в таком комплексном применении антистрессовых стимулирующих препаратов. Промежуточный вывод спустя 5 дней после полива аминокислотами, в варианте аминосила растениям, новым орхидеюшкам. Результат следующий. Массовое раскокливание корневой системой, хорошее развитие корней и прекрасное начало роста молодых листьев. Видите, какие они стали. Покажу вам, где они стоят. Стоят они вот на пьедестале, на подиуме. Видите, я поставила на высокое кашпо. Что снимаю? Что-то снимаю, наверное. Вот оно, высокое кашпо. Вот это квадратная ёмкость. Здесь 4 штучки орхидеи. И вот здесь вот, на вот этом стеллаже стоит овальная. Там 2 штучки. Вот они все, все 6 штук. Так, лампа. Лампа здесь мультиспектр, обеспечивающая растениям все необходимые лучи в цветовой гамме. И вот такая лампа. Это вообще, будете смеяться, девчонки, купила за 300 рублей, 40 ватку, 6500 кельвин. Купила в светофоре. Повесила вот одна рядом с другой. И здесь, посмотрите, как хорошо освещаются орхидеи. Короткое расстояние. Здесь получается от листиков до ламп, до этих двух, где-то, ну, сантиметров, наверное, 40. Вот такая вот система расстановки. Орхидеи должны находиться всегда в теплом содержании. Вот именно вот эти вот малышечки. Им не нужны перепады сильные температуры. И хорошо освещены. Все, через 5 дней я вам сниму, сделаю подсъемочку. И я покажу вам 10-ти дневный результат.